Смотри, сейчас твоя позиция, 51 статья, ничего не говоришь абсолютно. Вину не признаешь, ничего не говоришь. Все, что нужно, будет говорить ее. На любые вопросы, на любые, понимаешь? От слова совсем. Понимаешь? Я не понял. Ну, просто я буду 10 раз спрашивать, потому что ты не понял, потому что ты сильно понимаешь. Я понял. Все, я надеюсь. Я ловлю тебе на слово, что молчать, это значит, ни одного звука изо рта не выходит. Настоящий предприниматель, да? Сам на себя. То есть ты сам на себя, значит, какой-то заработок имеете? Ну, конечно. На все вопросы отвечают стоя. Я, по-моему, сказал. А, понял. Уважаемый суд, я своему доведителю дал рекомендацию, без моего участия никаких вопросов не отвечать. В принципе, у нас все вопросы, это вопросы, которые касаются восстановления его личности. Первое, какая-то будет все такое явление от такого судебного заседания. Почему? Потому что я предполагаю, что будут нарушаться сейчас права моего доверителя, причем очень грубо и, скажем так, необоснованно. Вы видите, у меня на лицо травма. Его избили. София Перовская, 25-26. Приезжай в 17 часов, тут у нас будет судебное разбирательство. Да, да, я вот сейчас как-то свидетель участвую, значит, по тому поводу, который я рассказывал. Вот, сейчас ознакомлюсь с материалами дела. Приезжай, к зрителям побудешь. Вот сам знаешь, с вытекающими последствиями. Все, давай, я сейчас дальше фоткаю. Вот там вход на втором этаже. Все, давай, я сейчас просто занят. Мне надо еще хоть познакомиться с чем-то. Давай, да. Ну, просто 17 часов подъезжай. Будем делать вас популярными. На всю Россию. А то увидите, мы это. Даем пять минут на ознакомление. Что случилось? Кому плохо? Закрывайте, дай. Давайте я расскажу, я представитель. Он сейчас тоже расскажет. Ну, сам рассказывает. Я поясняю, он не очень совсем может разговаривать. Почему? Попал 17-го числа в аварии утром. Паспорт есть? Паспорт. Ничего нет у него с собой. Документы. Сядь это. Попал в аварию. Вот, после чего попал в отдел полиции. Промежуток до момента, как он оказался в полиции, он не помнит. То есть, там какая-то серьезная авария была. Семнадцатого числа, числа утра. Потом вчера. Ну, сработала подушка, то есть, он сильно получил травму. В больнице он был после этого? Был он в больнице. Я вот сейчас как раз видел. Какие-то заключения есть? Видео смотрю. Значит, сотрудник полиции под видеозапись, это зафиксировано, я это отдельно буду говорить. Значит, говорит, ну, за него говорит, а он, знаете, вот эту речь. Мне это неинтересно. Мне интересно, важно заключение врачей. Есть оно? На данный момент нет. Врачами нету. Вчера можно подпадать. Нет у него ничего. Ну, на данный момент он не помнит определенный промежуток времени, сильно болезнь, давление. Какого числа вы не помните? Ну, ветроградном, где две. Значит, дважды ему ИВС все это время удержали до сегодняшнего дня, так получается, двое суток, дважды ему приезжала скорость. Соответственно, какие-то данные там у вас должны быть. Ну, у меня нет. И, соответственно, у него высокое давление было. Вот сейчас наверняка, может, тоже высокое давление, то есть, точнее, ну, сотрясение мозга после аварии. И есть основания считать, что его сотрудники полиции избили. То есть, есть там вот доказательства кое-какие. Но это не мне решать. Нет, я просто вам говорю по факту. Фамилия, как ваша? Ну, и что, скоро я с вами делаю на протяжении двух дней, пока вы были в ИВСе? Что, в ИВСе? Помнишь, что было в ИВСе? Таблетки, может, давали какие-то, уколы? Ничего, ничего не давали, ни уколов, ничего. Ну, померили давление, было 140, я не помню, сколько там. 140 на 30, на 80, я не помню. А при каких обстоятельствах авария была? Вы были водителем? Прежде чем что-то говорить, спрашиваю. Раньше чем-то до нас вызвали? Хорошо. Отказываю помощь. Он сейчас даст всю необходимую информацию, как к врачам. Поэтому я и спрашиваю, то, что мне надо, а вы начинаете тут не говори, не это и все остальное. Еще раз, какой вопрос? Спасибо. Обстоятельства аварии. Он не помнит, он же сказал уже. Сейчас еще расчетку запишу. Сейчас что беспокоится? Главная боль. Куртку можете снять? Непонятное состояние. Куртку можете или рукав один? Он писать не может. Мы там пытались согласие написать, что ему права развесены, но у него вот это вот идет. Смотрите, вы кто? Вы адвокат или кто? Защитник, да. Хорошо. Вы в больнице были? Нет, я только сегодня приехал. В заключение. Почему вы в заключение не взяли? Мы уже осмотрим врачами. Есть соответствующие... Давайте руку. Есть соответствующее заключение врачей. Скорее всего, даже... Смотрите, давайте... В консультацию я не устаюсь от врачей. Сжали. Ваша задача – подать помощь. Не так надо. У меня рука болит. Она у меня повреждена. Мне ее выламывали. Что у вас? В отделе полиции. Мне давление вам померить надо. Мы сейчас так делаем. Давайте другую руку. Мне больно. Другую руку дай. Давайте другую руку дай. Скажите, пожалуйста, вот он расписаться не может? В вашем присутствии, что это самое устное... А вам оно что-то вы не знаете? Согласен на что? Ну, то, что давление померить. Да, конечно. Устное согласие. Да. Он себя очень плохо чувствует. То есть, вместо того, чтобы ему оказать надлежащую помощь, его двое суток держали в ВВСе. Он до сих пор, ну, сейчас еще не совсем понимает, что происходит. Он вообще думал, что его привезли сюда по 19-3, а выясняется, что его привезли в статье привезли сюда. Вот я пишу, вот как загвать, я привезу у тебя адвоката. Фамилию вашу, можно ли она писать? Мамаев Владимирович. Мамаев Владимирович. Ага. Ну, только не адвокат, а защитниками. Пишите, как вы отправили. Ну, тебе транспорт можно, могу поставить. Ну, нет, они показали. Что? Да не надо. Это не электронный аппарат. Вы поймите? Нет, я вашу данную не буду переписывать. Так и что вы одеваете? Давайте выложите, сейчас кардиограмму снимем. А? Что выложите? Ну, я отнесал, что ли. Кардиограмма чего? Ну, сердце, кардиограмма, я туда заливаю. Слушай, ты просто молчи, делай, что тебе давать. Да, сейчас кардиограмму. А давление какого у него? 120-180. Нормально, да? Ну, головная боль-то, последствия травмы. Ложите, все равно грудь освобождайте, можете ее снять и футболку налево поднять. Можно пальчики? Где у нас совсем? Отлично. Где у нас второй? Пожалуйста, грудную перку освобождайте. Вы работаете официально? 51-й пишите. У меня есть графа, которую надо заполнить. У меня не напишет, там 51-й пишите. Отвечаем, не сообщил. Не сообщил, да, не пишите. Да, вот так вот. Аккуратно. Честно. Хронические заболевания есть какие-то? Не сообщил. Хронические есть какие-то заболевания? Это можно отвечать. Когда он в аварии был? 17-го числа. Ну, вроде как по протоколу в 9-3. Ну, у меня время. Ну, утром, короче, утром. Он был в машине или он в пешеход? Неизвестно. Скорее всего, в машине. Раз подушка безопасности, иначе в машине не было. Сработал. Ну, в больнице он точно был. Вот сейчас видео просматриваю. Он был в больнице с сотрудниками полиции. Сотрудники полиции за него говорят. Ну, общается с врачом, а он только губнит и толком сказать ничего не может. Что такое? То есть, неизвестно, был? Нет, ну, у нас он был в больнице, значит, он осмотрен врачами там, да? Он осматривался, но за него все написали и подписали. То есть, он на тот момент не осознавал, и я говорю, что он не помнит даже, как он был в больнице. А в какой больнице был? Неизвестно. Но у вас же видео с какой-то больницы предоставили. Я только сейчас начинаю ознакомиться с материалами дела. Я еще не знаю подробностей. По первым фрагментам видео я увидел, что вроде как медицинский работник присутствует. И на фоне слышу, как сотрудник полиции разговаривает с медиками и говорит, что нужно писать. И от него в итоге говорит, да, да. Он говорит, да, ну, знаете, вот такая вот заторможенная речь. Идем, сатар еще возьми. А? Сатар еще возьми. Да, поднимай. Что у тебя с рукой? Ты думаешь, у тебя сильно будет руководить? Какой он? Они меня выворачивали. Вот приезжали сотрудники. В локте? Да. Приезжали сотрудники, порвали меня родину. Ну, они приезжали, скоро помнишь, сотрудники полиции, порвали меня родину в ВВС. Ага. Как они могли в ВВС порвать родину? Сотрудники полиции? Они начали сдирать меня кофту и зацепили эту родину. Ага. Вот эту руку, где была, может быть. А что за синяк у тебя на руке? Да, вот синяк. Вот это он и был. Они были булавные. Просто билетные наружу. Ага. А ну, как, эту руку покажу, по-моему, тоже синяк тут. Ох, там тоже синяки у тебя. Вот, вот сюда. А вы могли бы вот это вот запечатлеть? Давай я сейчас фоткаю вот это все дело. Так это вы запечатляете, мне зачем. Я осматриваю его все. Если он был осмотрен врачами, значит, это все есть. Я сомневаюсь, что если врач писал по указке сотрудника полиции... Я не могу это как-то опровергнуть или подтвердить. Ну, я то, что я говорю, сейчас осмотрел. Угу, да. Блокок, вот, пока, что здесь тоже синякинки. Ну, там, можете сфотографировать, а потом, допустим, обратиться в трапунт. А на руке что это у вас? Пластырь. Это ему родинку сорвали, а то он говорит, что на ВВС, и когда снимали там какой-то свитер. Угу. Сейчас потерпите в палец укол. Да, сейчас сахар возьмем, во сколько. Посмотрим. Это вообще не хотелось. Ну, надо полностью осмотреть в голову. Да. Сердце просмотрели, в давлении, все. А от головы таблеточку какую-нибудь? Пенталгин, норофен. У нас-то таких нет таблеточек. Ну, а как ему сейчас, в какой ситуации, если он находится в ВВС? Там тоже таблеточки не дают. Ну, надо просто спросить, как там, может, как-то разрешено лекарство какие-то или еще что-то. А у них свои медики должны делать. Тем более. Два раза скорую вызывали, видите, результат никакого нет. Может, все-таки его в больницу отмести? С чем? С головной болью? С головной болью, да. Это не экстренная госпитализация. Тем более, я же говорю, если он два дня назад был осмотрен врачами. Я не знаю, когда он был осмотрен врачами. Ну, если он с 17-го попал, значит, он с 17-го и был доставлен в больницу. Я доставлен в шех сахар. Отлично. Шесть, это много. Это норма. Ты когда, ел сегодня вообще? Нет, не сегодня сегодня. Это большая цель, я вам просто знаю, потому что у меня... А я вам как мне? Вы учились? Я не всегда сам спорить, я просто говорю, что вот у меня, когда говорят, что шесть, говорят, это повышено. Нет. Сейчас до шести это норма, у диабетиков до восьми это норма. Знаете, у меня вообще цели не по своим спорить. Я этим буду заниматься в судебном заседании, но никак не здесь. Тогда смысл? Я до этого не страдал, ничего такого, сахарного, как фигня. Бывало у нас сахарного портала, у меня ноги подкашиваются, но держат у меня. Возможно, что, скорее всего, убили. Мы когда-то обследовались, может, в поликлиниках, по какому-то поводу обращались к врачам. Так что, то есть, оснований сейчас его... Да, госпитализации нет. Нету, да? А что должно с ним случиться, чтобы это было? Какое-то острое состояние. Инсульт? Да. Будем ждать инсульта, да, пока от него откажутся? Ну, потому что человек избитый после аварии, с повреждением головного мозга. Я же вам говорю, если он был в больнице, если у него была травма головы, она была, судя по раненой голове. С чего вы взяли, что он был в больнице? Я вам еще раз говорю, я не знаю, где он там был, и с кем он там разговаривал. Я не знаю, кто в больнице был. Ссадина до больницы была? После больницы была. Нанесли ему удар. Вот эта ссадина? Да, вот эта. Там я видел, прям видно, четко. Они меня поднимают, у меня весь лоб в крови свежий прям. То есть он сначала побывал в аварии, а потом его еще сотрудники полиции, скажем так. Потом довезли в отдел. Естественно, они меня вытащили, машины в наручниках. Вы в больнице были, давайте так? Он не помнит. Я не помню. У вас в Мурманске вы вывесе держали или где-то в Мурманске? Я не помню. Я помню только, что вырезался. Все, я больше ничего не помню. Ну, ретроградная амнезия. Скорее всего, я вам говорю, он был в больнице, осмотрен нейрохирургом. Я вам даже больше могу сказать, скорее всего, он был в областной больнице. Я не знаю, где я... Ну, потому что нейрохирургия только в областной больнице. Еще раз вам повторяю. И после аварии его вы повезли туда. Это мы выясним. Я надеюсь, что это было так. Но у меня очень большие сомнения, что он вообще был, как вы говорите, что его специалист рассматривал. Потому что то, что я сейчас успел до вашего приезда посмотреть, я увидел, как сотрудник полиции... Не перебивай. Сотрудник полиции разговаривает с медиком и говорит медику, что писать. Ну, я на это повлиять никак не могу. Я скорой помощи, я не отношусь ни к одной больнице. Я на данный момент не вижу показаний для экстренной госпитализации. Вот и все. Ну, я поэтому и уточняю на всякий случай, для того, чтобы быть уверенным, что с ним ничего не случится. Там его инсульт не шарахнет и тому подобное. Я говорю, сейчас я не вижу симптоматики какой-либо там, либо повода к экстрену вести его в больницу. Это все. При потере памяти это является, не является вообще... Это возможно последствия сотрясения, если у него было какое-то сотрясение мозга. Ретроградная амнезия, да, это может быть. Но оно потом со временем... Ретроградная это частичная потеря памяти. То есть, это бывает у людей, да, действительно, которые там вот не помнят происшествия, там, момент аварии или еще что-то. Да, это называется ретроградная амнезия. Потом он со временем становится. А как нам получить вот ваше сегодняшнее... На Артябрьскую 2А обращайтесь. Вот это заключение, что у него вот это как ретроградное... Нет, вы просто получите копию карты, наверное, и все. Никакого заключения. Ну, какой-то диагноз будет сейчас поставлен? Это я же говорю, это вы можете все выяснить. Это понятно. Сейчас у нас будет рассматриваться в 17 часов дело, и, скорее всего, они не будут ничего запрашивать. То есть, мы... Ну, вы запросите. Да даже если я запрошу, дело рассмотрят, вынесут какое-то там постановление, и, скорее всего, обвинительное, понимаете? Ну, я поставлю головную боль, вот и все. То есть, вы мне сейчас говорите, что амнезия какая-то там, да, вот это вы сейчас говорите? Ну, перенесенное... А поставите головную боль. Перенесенное сотрясение мозга, вот и все. Смотрите, если вы ставите амнезия, это не совсем... Нет, ретроградная амнезия это следствие болезни, это не болезнь. Я не говорю про это. Хорошо, давайте я вам прямо скажу, что человек на данный момент... Вы хотите его отсюда в больницу вывезти? Нет, давайте я вам прямо скажу. Давай. Значит, человек не помнит. На данный момент его обвиняют, что он отказался от медицинского освидетельствования. Понимаете? Хотя, как выясняется, он находился в больнице. Более того, видно по видеозаписи, что он не соображает вообще. Он трезвый, все нормально, но он после ДТП, он находился в шоке или еще что-то. И на данный момент он ничего не помнит, он даже в суде не сможет ничего пояснить. Если вы говорите о том, что он на тот момент не помнил, имел такую вот эту вещь, тогда защита на этом может строиться. Понимаете? Я вам еще раз говорю, что я делаю заключение на основе своих исследований или еще чего-то. Если вы с чем-то не согласны, вы можете обратиться, я же говорю, в больницу. Так я не могу сказать согласен, не согласен. Вам выдадут мою бумажку. Вы можете также, допустим, навести справки в областной больнице, если он там был. Или я не знаю, в какой больнице, вы и сами-то не знаете. Вот скажите, вы сейчас заключение дадите о том, что у него амнезия, вот эта временная? Нет. Не дадите? То есть вы это сказали, но это... Я могу предполагать, но судя по тому, что вы половины мне не говорите, потому что 51 статья, а может он просто не хочет говорить. Вот и все. Так что, давайте проведем исследование. А я здесь не проведу его. Ну, сделаем условие для проведения. Сделайте заключение, что он нуждается в дополнительном исследовании. Он не выдает вам никаких заключений, бумажек и всего остального. Это все вы можете получить либо в нашей канцелярии, либо... Смотрите, я просто вынужден буду вас допрашивать в качестве свидетеля. Можно ваши данные? Все в этом. Все на октябрьской 2А. И мои данные. Я вам могу сказать, что... Нет, смотрите, просто вы... Я сразу говорю, что ведется фиксация. Вы сказали, что у него амнезия. Я не знаю, подождите. А сейчас вы говорите о том, что у него головная боль. Вам говорят, что человек попал в аварию, извиняюсь за выражение, его менты избили. Это зафиксировано. Давай отвезем. Спокойся. Просто отвезите человека и проведите обследование. С чем? Ну, с чем, что у него голова болит и тому подобное. Тошнит и состояние прибобночное. Выясните у него, что он помнит, что он не помнит. Ну, понимаете, даже это не я буду выяснять. Да, понятно, что у него... Вы скорая помощь. Отвезите специалистам, как вы говорите, в областную. Вот это, кто там, нервохирурги. Пускай они с ним разбираются. Но человек 17-го числа находится в невменяемом состоянии. Сейчас он вменяем. Он назвал свою фамилию, его дату рождения. Он вменяем. Он говорит, что он промежуток времени вообще не помнит. С момента, как он попал в аварию, он не помнит ничего. Он даже не помнит, как он в полицию попал. Можно это следствие травмы? Ну, так надо это выяснить, понимаете? Ну, если он был в больнице, значит, это выяснили. Ваши данные можно узнать? Нет, вторая бригада. Допрашиваю. Вторая бригада. Все, что нужно узнать, вы можете узнать в этом. На Октябрьской 2А. Вторая бригада чего? ГАБУС, МО, ССМП. ГАБУС. Как дальше? МО, СС, МП. А что это как швыруется? Ой, как-то... Город. Ну, короче... Ну, короче, в интернете МО, СССР, станция скорой медицинской помощи. А ГАБУС это как государственное, там, учреждение. То есть вы даже фамилию свою не скажете? А я не имею права? Почему? Потому что... Я могу номер бригады назвать, а все что? Нет, просто понимаете, на мой взгляд, это немножечко некорректно вам так скажем. Вы мне сейчас говорите о том, что у него возможно это. Ну, я скажу, что головная боль. Я не могу это... Вам нужно перестраховываться, а вы недостраховываетесь, понимаете? Вам говорят, человек попал в серьезную аварию, сработали подушки безопасности, человека избили. У него на следы, вот два дня прошло, у него следят наручников. В смысле, посмотрите, он в синяках. Я не знаю, откуда они взялись. Я же вам это говорю. Просто это выговорить, что они вот... Вам видео показать? Какое? Зачем? Сейчас материалов дела, где будет видно... Это вы судьей там решаете, или я не знаю, как... Ну, материалы делать, там, сейчас... Давайте я вам просто покажу. Мне-то, ну, почему? Ну, вы мне не верите, и вам говорят конкретные обстоятельства, Вы говорите, что это не имеет значения? Для меня нет. Вот сейчас то, что мы смотрели, это... Патону. Он встать не может даже, понимаете? Ну, там я звук слышал, потом звук не записывается. Сейчас вы посмотрите, в каком состоянии он. Сейчас лицо поработит его. Он встать не может. И в итоге потом, когда... А я как бы за кошкой так и наблюдал. Я тоже потом видео включил, но его уже затащили. Сто пудово нарезка идет. Ну, так делаем, дежурдинского. Раз не хочет подниматься. Он встать не может. И в итоге они усилы начали поднимать. Когда он начал ему больно, он начал так орать, что там все люди в окошко вылезали. И супруга говорит, что там происходит. Ну, я, понимаете, я видел в каком-то или еще чего-то говорить, я не могу. А у вас не случайно, что это понимаете? Знаете, вот если честно, я узнаю, как вас зовут. Что-то, пожалуйста. Узнаю. Несоответствующее будет обращение от соответствующей инстанции. Вы сами знаете. Я поставлю под вопрос вашу квалификацию вообще. Всего хорошего. Всего хорошего. Надеюсь, вы не будете работать. Вам нельзя доверять нигде. Предел просто. Вертеминезия, оно говорит, головная боль. Поставлю. Ну, таблеточку выпейте. Владимир Владимирович, я упрошу уголовное дело, неожиданно привезли подсудимого. Если я уйду на приговор, то я вас рассмотреть не смогу. У меня будет все равно много ходатайств, потому что, смотрите, то, что я вижу, нужно проанализировать. Давайте только по 12.26, анализировать остальные правонарушения. Нет, я не только да. Именно по 12.26. Сейчас я уйду на приговор, рассмотреть я не имею права рассматривать дела, если я уйду на приговор. То есть, если я ухожу на приговор, тогда секретарь вам выпишет повестки. Хорошо. Он напишет расписку. Да не расписка, расписка, повестка. В любом случае, ваша... Я имею в виду, я скажу. Да, да, он явится, я его притащу, не переживайте, я его сам притащу. Чтобы явились двойные, если там какие-то свидетели или еще что-то, то... Да, да. Нам надо в любом случае подготовиться, чтобы нормально... Но то, что я вижу, я, конечно, в шоке, если честно. Человек просто невменяемый. Сколько привезли, я ничего показал. Ты говоришь, скоро вы вызови, скоро вы вызови. Он говорит, типа, скоро уже в пути. Говоришь, мне больно. Ну, там как бы есть ругательство, но понятно, что тут уже... Ногами видишь, тебе... О, вот это я, наверное, слышал. Вот, 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 вот. Вот выламывают руку мне. А вот это статья, стопудово, статья на ментов. Вот, вот эту руку мне было. Ага. Это статья. Все. А как можно получить вот эти видеозаписи? Слушайте, мне секретарь придет, мы вам приду с диском зайдем и скопируем. Вот, давайте я сегодня приду с диском, чтобы вот это ничего не пропало. Вот то, что я сейчас вижу, это 100% уголовная статья на сотруднике полиции. Человек лежит беспомощный, он берет его, просто ломает. Он сейчас орет. Вот, я не знаю, вам не слышно, нет? Нет, конечно. Вот, я не могу просто это послушать. Ну, я вам верю, мне вообще как-то... Весь двор вылез в окна, даже я вылез в окна. Я побежал за телефоном, чтобы это снять. Когда выбежал, его уже затащили. Нет, честно, мне было очень больно. То есть, человек лежит лицом в землю, ему ногами на заднюю, на ноги становится и руками выламывает. Думаю, они не сухождают. Вот, что он сейчас делает? Вот, там сейчас рев стоит просто. Да, на, послушай. Это просто, знаешь, издевательство. Кричит, убивают. Убивают, понимаешь? Вот это судья должна посмотреть. Вы в процессе будете смотреть. Это жесть. Да, конечно, ему руки выламывают, там больно, конечно. Фух. Я даже наушник вытащил, не вас будут это слушать. Опять орешь. Но они сами себе статью сняли. Я пока не видел ни одно это видео с места происшествия. Ну, вот это они уже тащат воде у меня. Это они специально тащат, чтобы я на всю окружность не орал. Знаешь? Они уже... Ну, я представляю, как тебе было там. Мне было очень больно немного. Это не слов просто. Я никому этого не пожелаю. Такой боли. Да, это эти видео обязательно сейчас. Денису, что ли, позвонить? Там визы. Позвоню. Давай я позвоню. Да, чтобы там или флешку... А если флешку принесем, можно будет скинуть эти видео? Ну, конечно. Пускай флешку там. Ну, короче, что-нибудь надо привезти, нужно обязательно это видео. А? Мне кажется, на флешку лучше будет. Так, ну тогда ладно, я сейчас, если что... Ну, позвони ему, скажи, что надо флешку. На телефон мне скажи. А, его номер телефона? Я не помню, конечно. Ладно, давай сейчас я досмотрю, запишется. Сотрудники полиции стопудово провоцируют его на оскорбление, на слова, короче. Просто стопудово. И делают ему больно, и он, соответственно, в ответ матерится. Ну, вот это все. А они, ну, типа, вы типа сотруднику полиции это говорите? Ну, в таком вот духе все. Сейчас я предлагаю встретить наручники. Время 11.33. Это, представляю, сколько ты времени был в наручниках. Сняли наручники и хотели взять с тебя объяснение. Но ты не в состоянии был вообще давать. Ничего-либо. Объяснение просить. Говорят, что какой-то типа грузовик был, какой-то Логан, что-то такое. Опять про ДТП тебя спрашивают, но я так понимаю, ты ничего не можешь сказать. Ну, сейчас тебе предлагают пройти освидетельствование. Только кому они это предлагают, непонятно. Ты, по-моему, там вообще не слышишь их даже. Ты не подаешь признаки жизни, а они, говорят, вы будете расписываться? Конечно, никаких правах разъяснили, даже речи тут не могла идти. Ты уже отдуплился, они тебя все пытаются там что-то там. Ах, вот это беспредел. Нет, чтобы скорую вызвать, выяснить вообще, что с человеком. Ты же камеру убрал. Он меня бьет в этот момент. Бьет, да? Да. Наверное, я честно не знаю. Ну, бит-били однозначно. Пару раз ударяем, я чувствую. Ну, они хотели тебя привести в чувство, чтобы, ну, не с трупом же, а не протокол составляют, понимаешь? Какая-то реакция у тебя должна же была быть. Хотя ты четко сказал, что я поеду на свидетельство с адвокатом. Ты прям это четко сказал. А он в ответ такой, типа, значит, вы отказываетесь. Ну, я первый раз такое слышу. Ну, ты тогда вообще, как бы, ну, не осознавал. Ну, сам факт, что ты не отказывался даже от этого. Ну, тебе уже, видать, это пошло расслабление организма. Ну, после этого шок, который все испытал ты. Все уже такое, как тряпка стало. А он говорит, не хулиганьте, не надо. С вас наручники сняли, чтобы по-человечески разговаривать. Видите себя по-человечески. Это я сейчас слова мента говорю. Расписываться в акте будете? Типец, это надо видеть. Опачки. Смотри, что творит. И пошли тебе херачить. Видишь, выключили это, аудиозапись. Вот сейчас, вы видели, да, сейчас что было? И сразу, сразу выключился дозор. Понимаете, да, что после этого было? То есть, они его, это, ну, это, расписываться, расписываться человек никакой. И он его, это, руку убирает, ну, потому что вот это, вот это издевательство над ним. И дальше, сейчас его начали уже воспитывать по-другому. Ну, это жесть, просто жесть. Не, ну, это видео надо обязательно, чтобы сохранить. Не дай бог, ничего не пропало. Все, больше видео нету? Не, сейчас я дальше буду. Я все, жду видео с места происшествия. Вообще, что случилось, где случилось? Вот это уже смотрел. А, нет. А, да, смотрели уже. Да нет. 12.09. Сейчас он тебе разъясняет права. Спрашивает, понятно, понятно вам, а ты вообще признаков жизни не подаешь. Если они думают, что он находится в состоянии опьянения, то надо человеку отоспаться, а потом все вот эти мероприятия проводятся. Ну, никак не вот это, вот что они там пытаются. Жесть, ты не подаешь признаков жизни, они тебе навяливают вот эти все права. Протоколы, все-все-все. Ну, как вот можно с человеком, который не в состоянии вести какие-то административные производства? Ну, это беспредел, просто. Короче, факта твоего отказа я не вижу. На данный момент я не вижу факта отказа. Я вижу, что пытается из бесчувственного тела какую-то информацию добыть. Все. Более того, было четкое, что ты не отказываешься с адвокатом. А дальше у тебя уже, ну, тело стало такое. Говорит, не хотите, как хотите. Ты ничего не сказал вообще, даже, по-моему, и не слышал их. Ну, не хотите, как хотите. О, скорая приехала, наконец-то. Так, это в 12.49 у тебя скорая приехала. Все, пытается меня в чувства привести. К никому для чего только. Говорит, если все у тебя хорошо, напишешь отказ. Приехали тебе помощь оказывать. Если все у тебя хорошо, напишешь отказ. Странно, почему ты в наручниках опять? Ничего не понимаешь. Надо даже разбираться в нормальном файле. Смотреть. В нормальной обстановке по порядку их установить. Почему ты в наручниках опять оказался? Не знаю. Был бесчувственный, и в наручнике тебе одели. Наш отель дают тебе нюхать, прикинь. У меня, кроме матов, просто сейчас ничего нет. Говорит, что с вами? Скоро нужна вам? Нахрена себе, это он все слизистую сейчас себе сожгет. Офигеть, эту пытку тебе устроили, реально. Пипец. Офигеть, это он сейчас тебе в таком состоянии пытается сказать, что ты отказался от медосвидетельствования. Ты, по ходу дела, в бессознательном состоянии находишься, потому что даже на шатырь тебя не пробивает. Ты что, говоришь, не слышишь, что ли? Жалую себя на дослуги, что не слышишь ничего. Ну, у тебя сотрясение капитальное, конечно, произошло. А, дурочку валяет. Он говорит, типа, сотрудникам это... Медик, он говорит, типа, он дурочку валяет, ты дурочку валяешь. Прокинь? Побои-то они мне нанесли, однозначно. Ну, у тебя прям как детектив тут получается. Все, больше нет. Так, это что, сколько у нас файлов получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тринадцать файлов, да? Возникает вопрос. Одно фото, одно фото. Вот, 9,59. Это, получается, самый первый файл. Да. Ну, в принципе, все. Здесь нет ничего. Здесь, кроме как... Ты в бессознательном состоянии в полиции и нету факта. Все, пойдем, почитаем. Теперь почитаем, что там они написали. Поведи, я только им с хотя бы, никак не тебе. Ой. Так. Будем расшифровать, что написано. Пишет. Значит, в МОКОБ тебя отвезли, где от медицинской помощи отказался. Я видел, как ты отказался. То есть, он сказал за тебя, все, что ты отказываешься. Ты там что-то пробубнил. Повезли они тебе в ВП-1, так как при тебе не было никаких документов, защищающих личность. Рапорт начинается с того, что они тебе просто повезли в МОКОБ. Ничто, никак, ничего. Только в скобочках написали. Который управлял автомобилем Форд. Государственный номер такой-то. Откуда они взяли? Они на месте были. Они видели, что ты управлял или что. Как это? Просто вот по факту, получается, рапорт начинается именно, как они тебя повезли в больницу. И сама ситуация не описывается. Что, когда, где произошло, при каких обстоятельствах. С чего он взял, что ты управлял транспортным средством. Непонятно. В патрульном автомобиле, значит, ты стал вести себя неадекватно. Ну, как бы логично, после аварии. Громко, нецензурно выражаться в мой адрес. Угрожая мне физической расправой. А также моей семье и на мои неоднократные замечания и требования. Ну, понятно, они что хотят. Они вот... Это и по видео было видно. Они тебя просто провоцировали. Специально делали тебе больно и требовали от тебя, чтобы ты там, ну... Высказывал определенные вещи. Так. Просто возникает вопрос вообще, зачем они тебя поверили. Ну, что тебе... Короче, основанием тебе доставления в отдел было то, что при тебе не было документов. Так. При общении ребенка ПЗТ я заметил у него явные признаки алкогольного опьянения. Ага. Интересно, как-то он заметил. Ну, по-твоему, то, что ты был контуженный, можно спутать все, что угодно. Так. ВП номер один по городу Морозку мы установили личность. Так. И на дозоре 5 отстранили его от управления транспортом и в протоколе... Ага. Вот на дозоре 5, то есть они как отстранили? Просто, ну, прочитали бесчувственному телу. Это они считают, что они тебя отстранили. Ну, ладно. Хоть скорую вызвали, хотя непонятно, чем у нас там... Что было. Так. Значит, ты якобы отказался расписываться в протоколе... Пристав. ...отстранения от управления. Ты не отказывался от подписи, ты просто... Сослался на статью 51 Конституции. Вот то, что видел, ты ни на что на тот момент не ссылался, ты просто был в отключке. Тебе даже на шатырь не помог. Ты даже... Вообще нельзя так долго на шатырь держать, там слизистая сожжется. Так же... Отказался пройти... Так же на этот дозор отказался пройти свидетельствование огольного опьянения при помощи прибора такого-то, ничего не разъясняя. Так же отказался расписаться в акте... Ну все, короче, вот это все подтверждается видео, что они просто, ну, неизвестно с кем там пытались что-то. Ты не отказывался, нет факта ни одного твоего отказа. Даже моменты, когда у тебя появлялось какое-то, ну, ты приходил в себя, имеется в виду там, ну, сознание, вот. Ты даже тогда говорил достаточно, ну, грамотные фразы, что защитник, что адвокат, защитник, что я не отказываюсь при адвокате. Все, и опять в отключку. Дозор 5. Гражданин отказался проследовать в больницу Мондо для прохождения медицинской связи. Я там вообще такого не видел, чтобы тебе кто-то предлагал куда-то там проследовать. На опьянение. А также отказался ставить свою подпись в протоколе медицинское свидетельство на опьянение. Ну, понятно, то есть, вот они все, что ты проводили, они производили бесчувственным телом. Поэтому ты не отказывался, ты не подписывал, ты вообще как бы не участвовал в этом мероприятии. А также отказался ставить свою подпись в протоколе в направлении на медицинское свидетельство на опьянение и давать пояснение. Ну, а там тоже все это видно, это все видно, как. Перед отстранением его, тут они были разъяснены, его права и обязанности. Жесть. Процессы освидетельствования на алкогольное опьянение угрожало мне физической расправой и моей семье. Вот это вранье. После чего закрыл глаза и на мои вопросы, замечания не реагировал. Ну, ты там вообще никому не угрожал, а ты просто, чтобы от тебя тупо отцепились уже. Когда тебя по лицу били, ну, то-то вот, чтобы тебя в чувство привести. Это реакция просто была. Так, гражданин, а что не понимал вообще, что происходит вокруг тебя? Так, была доведена бригада... Так, была вызвана бригада скорой медицинской помощи сотрудник, который, гражданин Спицын, ввел себя вызывающе, пытаясь схватить за одежду и угрожал. Когда бригада вышла, гражданин Спицын стал изображать глухого, заявляя, что ничего не слышит. В процессе свидетельствования на алкогольное опьянение ЖИНДТ запрывал глаза, заваливался на бок и всячески пытался сорвать процесс свидетельствования. При этом он находился в адекватном состоянии. Ну, на видео это все видно. Ладно. О чем были сняты... Были взяты объяснения сотрудников СМ скорой помощи. Ну, не знаю, там все, посмотрим эти объяснения. В процессе проведения свидетельствования на сцене алкогольного опьянения ДАЗОР-5 несколько раз самая произвольно выключалась. Однако свидетельствование проводилось в ОП-1, где имеются камеры наружного видеонаблюдения с аудио и видеофиксацией со слов ДЧД. В 12.55 зданий ОП-1 гражданин Спицын отказался проследовать в больницу МОНД для похождения медицинского свидетельствования на опьянение. Ну, этого не было. Ну, ты там просто, ты уже все был отключен. В отношении гражданин Спицына был составлен административный протокол по 1926, часть такого, так как он имел... А, не имел права управления. И по статье 12.7, по статье... Так, это что за статья у нас? Две статьи какие-то тебе составляли к нему. По всех инвестиционных материалах составляли на него, Жен Фицын отказался расписываться. Ты не отказывался расписываться, ты просто, просто никак не отвечал, потому что ты был в безосознательном состоянии. Чего они врут? В процессе оформления административных материалов гражданин Спицын никаких письменных ходатайств не заявлял, но потому что ты был в отключке. Гражданин Спицын заявил мне отвод в устной форме. Да, там у тебя был момент просляжен, и ты все, опять ушел в этот, в отключку. Вот, видите, я когда сказал, что в этот момент я обратил внимание. На что я вынес ему определение об отказе? Воврю. Улетворение устного ходатайства. Сейчас посмотрим где-то определение, если оно есть. К рапорту прилагаются какие-то тут номера, три объяснения к рапорту прилагаются, а это, наверное, протоколы такие, с такими номерами. Материал ДТП, определение, все копии административных материалов были вручены к ржиму Спицыну, в отвесении по факту ДТП 1 оказался по базе. Установишь, что он и вверху, нет. Тебе материалы какие-нибудь вручались? Нет. Ну, ничего не врученного. Он пишет, что у тебя все было вручено. Так, Спицын, ТТТ, что вообще произошло-то? Так, не выполнил законы требования сотрудника полиции прохождения медицинского засвидетельствования на опьянение. Так, признаки опьянения. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость. Позы, поведение, несоответствующие обстановки. Ну, после аварии, я думаю, подписи нету. Не указал. Отказ от подписи, отказ от подписи, отказ от подписи. Ну, протокол уже составлен с нарушениями. Так, опространение от правильного транспортного средства. Ну, мне сейчас тяжело будет, конечно, сейчас поговорить. Надо готовиться, надо выписывать все эти даты, время. Так, протокол, значит, в 13.35. Это у нас опространение в 12. Ага. В 12 тебя отстранили. Если вы нас отпускаете, ну, сегодня, то я дома буду ознакомливаться. Потому что здесь мне все равно выписывать надо будет там все эти моментики. Домой вам никто не даст. А? До скольки это долго? Или фоткайте. Я уже отфоткал. А? Вы сфотографируйте. Смотрите, если на переговор уходит, я так понимаю, что будет отложено на какой-то другой день. И, соответственно, я подготовлюсь уже нормально. То есть я не буду сейчас читать дальше, если так будет все происходить. Так, а что он должен написать, что он ознакомился где-то? Мы напишем, что мы произвели фотофиксацию, ознакомливание, продолжим дома. Да. Все, что мы уже напишем. Да. Вы, пожалуйста, решите вопрос, чтобы нам здесь уже не сидеть. Да, давайте, накамливайтесь. То есть если мы здесь планово, то мы заканчиваем накамливать. Да, да, да. Да, ну естественно, что здесь сидеть-то? Дома комфортнее. Более надо все на карандаш выписывать. Что-то так. Порезки выписываем на 22 мая на 5.30. Сейчас, подождите, я вам выпишу. Так, и на корочки сзади пишу, да, что ознакомлено. 22 мая на 10.30. 10.30, да. Я сейчас схожу за компакт-диском или за флешкой, подойду как-то без очереди. Сможете это сделать? На 22.00. По еде надо готовить. Зачем тогда мы, чтобы я вам скинула? Да. По ситуации, по занятости. Сейчас уголовка, поэтому... Я понял, а можно вообще это там через как файлообменник или как-то еще? Ну да, я никак не буду, это у вас здесь. Только через флешку, да? Дайте, пожалуйста, мне провискут. Надо шить. Ну, а мы ее оторвали. Это ваше. 22 мая на 10.30. Это мое. Ну, это понятно. Я просто о том, что мы... Мне очень важно, чтобы хорошо подготовиться вот этот видеоматериал. Это основное доказательство будет. То есть, что человек находился в не в том состоянии, с которым они пишут. 22 мая на 10.30. Угу. Все тогда. Материал дело так, его написали, да? Все. Фотофиксацию дело написали? Да. Вот мне до дома сейчас дойти, взять компакт-диск и обратно вернуться. Это, наверное, полчаса. 15 минут туда, 15 минут обратно. Мы работаем до 18.00. Или давайте я просто завтра приду. Давайте уже завтра, да. И спокойненько все это возьму, да. Я не знаю, как сейчас закончится, понимаете? Давайте я вас вот, я вас люблю.